МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также было принято решение о формировании на территории региона геопарка ЮНЕСКО «Ундория». Проекты косвенно поддержат еще один, к разработке которого регион уже приступил – «Зеленый щит». Кроме этого, была проведена инвентаризация всех особо охраняемых природных территорий для оптимизации их функционирования. Таким образом, 25 территорий были определены как площадки для активных научных исследований. Перед Российской Федерацией будут поставлены четыре задачи. Это отводы, это атмосферная вода, место-скочная вода и особо охраняемых природных территорий. И вот я на вопрос по итогу. Хотелось бы отметить, что все те четыре задачи, которые поставлены, они будут. И те приоритетные проекты, которые были заявлены, которые были начаты 2018-го, как естественно, они переходят на 2018-го. Потому что одним годом экологию привести в порядок невозможно. Стартовавший 2018-й проходит в стране под знаком года добровольца. Поддерживая федеральную инициативу, на региональном уровне было решено дополнительно объявить добровольный экологический год. Это даст нам возможность, чтобы все вот это большое уже наработанное в виде волонтерских движений получило огромную и финансовую, и организационную, и материальную, и политическую поддержку. И несомненно, к концу года мы увидим огромное количество общественных экологических движений, которые будут поддержаны, созданы. Я надеюсь, что сразу же установят хорошие отношения с такими же движениями Российской Федерации. Ну, в конце концов, это даст нам всем возможность, всем миром справиться с теми задачами, которые мы для себя поставили. Уже составлен план мероприятий добровольного экологического года. Все события направлены на то, чтобы вовлечь в экологическое движение бизнес и крупные промышленные предприятия. Чтобы юридические лица были готовы заниматься благоустройством и уборкой на волонтерской основе. На мероприятии свои отношения узаконили региональное правительство и ассоциация «Чистая страна». Сотрудничество ведется уже в течение года. Компания занимается формированием высокотехнологичного рынка обращения с отходами. До 1 января 2019 года в каждом субъекте должен быть выбран региональный оператор по обращению с отходами. Мы рады констатировать, что в Альянской области утверждена территориальная схема. Сейчас идет активная подготовка к конкурсу. Региональные операторы будут выбраны до мая, а в октябре область перейдет на новую схему обращения с отходами. Дарья Сударева, Константин Никитин. Новости в Альянской правде. Новости в Альянской правде.